В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. 22 сентября Народным советом Донецкой Народной Республики был ратифицирован международный договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции с Луганской Народной Республикой. Сегодня, комментируя это решение, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что граждане Донецкой и Луганской Народных Республик теперь смогут свободно въезжать на территорию ДНР с Российской Федерации на автомобилях, зарегистрированных в ЛНР, без необходимости оформлять временный ввоз. Что касается деятельности предприятий, работающих на рынке ЛНР, то теперь в рамках свободной торговли субъекту хозяйствования ДНР не нужно проходить процедуру аккредитации субъекта внешнеэкономической деятельности. Такой контракт не берется на валютный контроль банком и поставка товаров в рамках данного контракта не облагается таможенными пошлинами и сборами. Сегодня состоялся очередной прием граждан в общественное приемное движение ДНР. Вопросы и предложения харцезян на этот раз выслушала заместитель главы администрации Харцезка Ольга Бондарева. Харцезянин Николай обратился в приемную с вопросом об отчислении из высшего учебного учреждения. По его словам, пока он был на вынужденном больничном, по непонятным причинам в вузе ему предложили написать заявление на уход по собственному желанию. Ольга Бондарева внимательно изучила все документы обратившегося и пообещала связаться с руководством вуза. А вопрос Галины Семеновны касался коммунальной сферы города. Пенсионерку беспокоит сухое дерево, стоящее в опасной близости от многоэтажки, где она проживает. Находящиеся на приеме представители управления ЖКХ администрации Харцезка поспешили объяснить Галине Семеновне, что нужно написать заявление, после чего, если комиссия признает дерево аварийным, то за счет бюджетных средств оно будет удалено. Перед нашим подъездом, ну несколько метров, метров пять, наверное, стоит дерево, клён. Два года сухое, до пятого этажа. И когда ветер, падают огромнейшие сухие дыры. Нужно обязательно комиссионное обследование. Комиссионное обследование с участием уколов. Для этого нужно, чтобы ваше было обращение, или вы, или соседка, не важно, но от жителей этого заявления. Заявления в управление ЖКХ на рассмотрение нет. Ну, к сожалению, да, у нас должны быть основания. Заявления нет, должны быть основания. Мы вызываем эколога с Донецка обязательно. Из-за пустующей угловой квартиры, в которой была демонтирована система отопления, в соседней квартире в холодное время года постоянно мокрые стены. Что могут сделать коммунальщики в таком случае, и есть ли вообще какое-то решение проблемы такого рода? С таким вопросом хартизянка пришла на приём. В целом, большинство горожан, посетивших сегодня приёмную общественного движения, озвучили в основном вопросы коммунального характера и получили на них ответы с указанием сроков выполнения работ. В связи с повышением угрозы распространения в республике коронавирусной инфекции, министр образования и науки ДНР сегодня подписал приказ, согласно которому осенние каникулы в школах ДНР в этом учебном году начнутся не 30 октября, как обычно, а на месяц раньше – 27 сентября, и продлятся 21 день – до 17 октября. Сегодня площадка перед Харцизским городским дворцом культуры вновь послужила ярмарочной площадью для двух десятков продавцов с разнообразным товаром и немалого числа покупателей. Профильный отдел администрации Харцизка, организовавший торговлю, назвал мероприятие «Ярмарка урожая». Наша съёмочная группа изучила спрос и оценила предложение. Ожидаемо большим спросом сегодня пользовался сезонный товар. Длинная очередь выстроилась у овощного прилавка с дынями, сладким перцем, баклажанами. Иловайчанин Замик Абдулаев приехал на ярмарку с арбузами. Первый раз приезжал 10 сентября по приглашению администрации города Харцизка. Мне очень понравилось. Я приехал уже второй раз. Сам выращиваю арбуз уже седьмой год. И вот решил привезти, накормить людей города Харцизка хорошим, вкусным, сладким арбузом. В этом году из-за сюрпризов погоды арбузы Иловайчанина начали созревать на две недели позже обычного. И все же полосатая ягода с местной бахчи получила необходимое количество и влаги, и солнца. Я очень довольный своим арбузом. Уже седьмой год, повторюсь, занимаюсь. У меня постоянно очень хороший арбуз. Никаких стимуляторов, никакой химии я туда не добавляю. То есть арбуз растет своим естественным путем. Удовлетворить спрос на еще одну сезонную ягоду виноград взялся харцизянин Артем Майсак. Ярмарка проходит хорошо, сегодня много людей. Интересуются, естественно, ягодой винограда, сладкого, просят. У меня весь сладкий. Также спрашивают посадочный материал, как бы начинается сезон посадочного материала. То есть люди хотят приобрести и саженцы винограда. С большим ассортиментом саженцев плодовых деревьев сегодня вышли на ярмарку харцизяни Татьяна и Дмитрий Никулины. Люди нас знают, не первый год уже у нас покупают саженцы на ярмарке. В основном приходят постоянные покупатели. Интересуются всем. Саженцы – большая коллекция, есть новинки. В основном интересуются классикой, сортами, которые знают много лет. У длинного ряда саженцев увлеченные дачники задерживались, чтобы уточнить сроки созревания приглянувшихся культур, их урожайность и зимостойкость. Мы выращиваем сами, выращиваем мы все в Троицко-Харцизске, саженцы местные. Копаем мы с вечера, то есть саженец к торговле готовится свежий. Приживаемость 100% будут расти, радовать покупателей новыми большими урожаями. Из Янакиева в Харцизск не первый год приезжает со своим сезонным товаром Юлия Диаковская. Пик цветения королевы осени – хризантемы еще впереди. Но и сегодня эти цветы хорошо продаются. Красота пользуется спросом. Гортензия, хризантема. Сейчас сезон посадки луковичных – тюльпаны, крокусы и нарциссы. Это все выращенное у нас в город Янакиева. Мы частники, занимаемся этим сами. У нас есть семейный подряд – мама и три дочери. За первые два часа торговли импровизированная витрина Юлии заметно поредела. У людей сейчас главное запастись витаминами. Самый пик – это смородину. Смородина, ягоды, деревья. Следующая ярмарка возле городского ДК состоится через две недели в пятницу 8 октября. Вчера на базе Зугресской детско-юношеской спортивной школы стартовало ежегодное первенство ДНР по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. На соревнования в город энергетиков съехались 130 юных штангистов из Донецка, Макеевки, Снежного, Тореза, Ясиноватой, Горловки, Иловайска и Харциска. В программу состязаний организаторы соревнований включили два классических тяжелоатлетических упражнения – толчок и рывок. Юные штангисты имеют три попытки в каждой дисциплине. Вчера до полудня первыми поднимали тяжести девушки. К слову, в этом году их было 20. В первый день соревнований выступали девушки. Уже можно сказать о командной борьбе. Первое место заняла команда города Снежное, второе место команда города Иловайск и третье – команда города Макеевки. Победительниц в своей весовой категории в тот же день наградили медалями и грамотами, не забыли отметить и их тренеров. После чего девушек на помосте сменили юноши. Парням предстояло соревноваться в тех же дисциплинах – рывке и толчке. К выполнению поставленной задачи штангисты подошли с присущим им спортивным азартом. Ведь этот сезон в тяжелой атлетике обещает быть насыщенным. У нас в Зугресе большие традиции тяжелой атлетики. Зал у нас работал все лето, дети не пропускали, готовились к этим соревнованиям. Потому что на кону сейчас поездка в Россию, в город Шахты, в турниру Додова. В ближайших планах в середине октября у нас будет проходить соревнование в городе Горловка. Крайнее наше большое достижение – это участие нашего спортсмена Егора Михайлова на Кубке России. Заключительный этап первенства ДНР по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет состоится завтра. Так что у любителей данного вида спорта есть возможность прийти и поддержать своих тяжелоатлетов. Пожелаем нашим силачам успешно справляться с любым заявленным весом штанги, а также попасть на заметку тренером сборных команд Республики по тяжелой атлетике. И до встречи на канале ТВ-сфера. Субтитры подогнал «Симон»!